Можете расшибивать на то, что товарищ Сталин умеет выполнить свой дом перед народом. Последний раз голос Сталина звучал в этих стенах около 90 лет назад. Когда идешь в анфиладе залов и коридоров, чувствуешь, какая тишина царит вокруг. Толстые стены словно поглощают все звуки. Дочь вождя Светлана Аллилуева вспоминала, что он бывал здесь довольно редко, и это не была его любимая дача. Вот как она писала об этом в своей книге. Отец там бывал очень редко. Иногда проходил год, но весь штат ежедневно и еженочно ожидал его приезда и находился в полной боевой готовности. Ну а если уж выезжали из ближней и направлялись целым поездом автомашин к липкам, так начиналось полное смятение всех. От постового у ворот до повара. Генеральный секретарь жил в здании с белыми колоннами всего два года. С 1932 по 1934. В связи с этим объект вблизи поселка Вешки долго оставался засекреченным. Мы дети ходили вокруг огромного, наверное, пятиметрового зеленого забора, двойного забора. Здесь стояли вышки охранной и практически в это место было можно попасть только пешком. На автомобиле нельзя было заехать ни с Алтуфьского, ни с других шоссе. То есть стояли посты милиции, которые никого не пропускали. С детства для Сергея Егорова это место было таинственным. Отсюда его интерес к истории этого здания. По словам краеведа, 200 лет назад на этом месте находилась усадьба купцов Алексеевых при Липко. С прудом, садом и липовыми аллеями. А сейчас под этими деревьями находится затопленный водой бункер Сталина. В советское время этот секретный объект носил литеру номер 260 и, конечно, был в то время оборудован по самому современному слову техники безопасности. В частности, здесь было устроено бомбоубежище на глубине от 12 до 18 метров. Бомбоубежище имело несколько входов из главного и кухонного корпусов, а также из парка. Спуститься в бункер можно было из лифта, который подчеркивает богатство и статусность дачи Сталина. Он сохранился вместе с декорированными металлическими дверями. Вот этот второй этаж, он уже настраивался для нового владельца в 1930-х годах. И практически все помещения на этом этаже сделаны под вкус нового владельца. Как мы знаем, что Сталин очень любил такие дубовые панели в нижней части помещения. На всех своих дачах Сталин вел одинаковый образ жизни. Выбирал одну комнату, где обустраивал весь быт. Диван, стол, сервант. Ел, спал и работал в одном месте. Из этих дверей генеральный секретарь выходил со второго этажа на открытую веранду для того, чтобы насладиться пейзажами, подышать свежим воздухом и подумать о будущем страны. Сама дача – роскошный дворец белого цвета, выстроенный в стиле начала 19 века, с широкой лестницей, очень высокими этажами и богатым декором. Все это со следами 20-летнего запустения. Широкая парадная лестница ведет к пруду, берег которого берегут скульптуры двух каменных львов. Татьяна Горностаева, Денис Корнев, Первый Матищинский.